здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала сегодня буду делиться с вами своим рецептом плова но таким облегченным который я делаю здесь на плите я конечно еще делаю и на костре плов но там уже более сложно все там совершенно другие продукты ну и этот плов просто невероятно вкусный делаю я его со своим барбарисом да кто-то там спрашивал я уже не помню кто то есть подписчиков спрашивал и просил его приготовить а слегка если разве а сначала если разрешите небольшое отступление а учил меня готовить плов мой дядя который родился в ташкенте это очень давняя история и вот этой тетрадки которую вы сейчас видите очень много лет училась я его делать когда мне было наверное ну максимум лет десять и подробно сидела за ним записывала вот для приготовления плова нам с вами понадобится кусок мяса ну приблизительно около килограмма в моем случае это кусок шейки свинина рис рис должен быть специальный для плова тот из которого вы варите обычную кашу рисовую не подойдет он должен быть такой знаете длинненький вот купила какой-то сказали что прям вот ну прям вот для плова для плова не знаю буду сейчас пробовать скорее всего опять обманули как всегда так лук морковь чеснок соль нерафинированное масло и конечно же специи нужны что я добавляю в свой плов я добавляю вот это у меня вот это вот это набор уже купленные на рынке да это мне там уже те кто специи продает они мне уже такой свой состав или это их не состав я к нему еще добавляю куркуму добавляю черный перчик добавляю сушеного еще чеснока и конечно же свой барбарис потому что мой барбарис самый вкусный надо да ладно рассказываю что дальше делать далее я нарезала кусок мяса но мясо у меня правда что-то очень большой кусок поэтому я вот такой вот кусочек оставила этот я его просто использовать не буду потом я нарезала лук репчатый обычными квадратиками нарезала морковку и промыла хорошо рис слушайте а рис действительно хороший я просто не ожидала но он был ужасно грязный это вот прям такое впечатление что он как будто в глине или в чем-то если помните какой он был по цвету а сейчас он такой вроде беленький симпатичный может быть даже и вкусный может быть зря я поклепного дела так ну ладно морковку принципе вы можете как натереть так и нарезать но нарезанная она вкуснее так что дальше делаем дальше мы берем с вами обязательно чук какой-нибудь чугунный казан в кастрюле это не получится и включаем газ или электричество на чем вы делаете на полную мощь нам нужно его прям будут раскалить раскалить так похоже мой казанчик раскалил сейчас я вам покажу что же значит раскалить раскалить чуть-чуть налью и видите вода должна вот так вот бегать но теперь уже мне нужно чтобы вода вся выпарилась а иначе у меня тут брызги будут по кухне разлетаться ни в коем случае сразу масло не лейте иначе это очень опасно так дальше чего мы делаем дальше мы делаем наливаем растительное масло нам с вами нужно прикрыть донышко ну так вот вот нормально налили но и немного знаете прям вот тут все скажу сколько так вот хорошо прикрыла донышко все и видите уже пузыри пошли все хорошо теперь мы суда масло наше тут же с вами прокалилась мы с вами будем отправлять огонь у нас с вами большой будем сразу отправлять наше масло только нужно делать ой не масло мясо это нужно делать очень аккуратно все будет брызгать мясо если оно у вас очень влажное даже по возможности возьмите и просушите бумажными полотенцами как только наши флали на сверху сплива мы вооружаем вот так и сумочке потому что опызли ловку это сделать будет продлогие проблематично. Можно будет рецепт сжечь. И мы с вами это все слегка переворачиваем. У меня на это еще, наверное, у меня просто плита в такой специфической комфорте, и она прям такая очень серьезная. У меня, наверное, прошло минуты 4, чтобы вот так вот оно все поджарилось с одного края. И жарим дальше. Все это на большом огне делается. Пока не пробуем. А главный зритель ждет плов. Так, ну у меня, наверное, прошло, я думала, минуты 3. Вот еще разочек перевернем. Перемешаем. Вот видите, какое мясо уже такое красивое получается. Ворочить его лишний раз тоже не нужно. Вам нужно, чтобы оно у вас прихватилось. Понимаете? Ну, на мой взгляд, можно кушать и урожочек его слегка перемешать. Ну, вот на этом этапе, дабы не сжечь совсем мясо, я отправляю к нему репчатый лук. Подожду пару минут и потом только перемешаю. Так, пока я чеснок чистила, что у меня тут происходит. Вот, красота. Прямо все как нужно. Знаете, какое мясо красивое, румяное. Прямо уже хочется кусочков наловить и съесть, правда? Ну, такая красота. Так, вот на этом этапе мы сейчас с вами будем уже отправлять специи и солить. Отправляем все наши специи и солим. Солим хорошо, потому что с учетом, что у нас с вами еще будет здесь рис. Я обычно не досадиваю. Ну, иногда бывает, правда, досадиваю. Так, что у нас здесь происходит? Вот, замечательно. Больше рис с мясом мы с вами жарить не будем. Все перемешали. Ой, какая красота. И на этом этапе мы с вами отправляем морковь. А вот здесь уже мы заливаем, я прямо из чайника заливаю водой. Вот. Ну, с вами нужно залить морковку, чтобы она вся скрылась. и убавить огонь. Морковка должна потомиться минут десять. И я это дело слегка прикрываю крышкой. И пока сбегаю куром, закрою дверь курятники. Прибежала я из курятника и вспомнила, что нужно обязательно... Ох, кипит как сильно. Нужно убавить это сильно. Она должна не очень сильно кипеть. И обязательно нужно снять вот эту пену. Она нам с вами не нужна. Сейчас буду пытаться. Вот. Вот на этом этапе еще можно попробовать на соль. Сейчас я попробую. Прям немного еще нужно добавить. Вот. Оно должно быть чуть-чуть соленее, нежели чем вы любите есть еду. Потому что вы сейчас добавите сюда рис. И рис очень сильно заберет на себя соль. Вот так. Пусть еще немножко покипит. У меня прошло 7 минут. И вот тут еще можно уже добавить. Я таких хороших 4 штуки чесночный сюда хочу добавить. Вот. Еще раз попробую. Да, на соль замечательно все. Еще пару минуточек сейчас потомиться. Крышку совсем не закрывайте. И ложкой уже ничего там не переворачивайте. Ну что, дорогие мои, у меня прошло 10 минут. И теперь я сюда буду выкладывать рис. Аккуратно засыпать рис. Высыпали. И вот так аккуратно ложечкой мы его разравниваем. У нас с вами вот такая красота должна получиться. А еще я помыла чеснок. Обрезала вот эти жопки. Помыла его. Лишнюю эти шкурку сняла. Но не все. И вот сюда буду его вставлять. Но много не надо. Поэтому вот так вот у меня одна разломилась. Я ее вот так вот вставлю. И теперь мы с вами накрываем полностью крышкой. Делаем самый маленький огонь. И оставляем как минимум минут на десять еще. Дальше еще расскажу, что делать. Пусть томится. Теперь он должен у вас томиться на медленном огне. У меня прошло десять минут. Сейчас будем смотреть, что у нас здесь происходит. Не перемешиваем. Мы его с вами только вот эту верхнюю часть можем чуть-чуть. Чуть-чуть вот так вот аккуратненько. Чуть-чуть аккуратненько перемешать. Только верхнюю часть. Вот. А еще нужно вот таких дырок наделать. Ну, тут еще влаги очень много. Поэтому для дырок еще рановато. Ну-ка сейчас попробуем еще на этом этапе соль. Ну, влаги идеально. Закрываем крышку и даем еще минут десять. Утомиться. Ой, немножко горячая, тяжелая. Ну что, пора еще разок заглянуть. Ох, какой он красивый. И еще немного. Немного вот так вот сгребаем чуть-чуть рис, да? И он у нас в то же время начинает сразу с вами как бы перемешиваться. Верхнее с нижним, да? Но больше не делаем туда. Вот так вот сильно мы не перемешиваем. У нас же плов, а не каша, правда? Вот это. И вот так вот делаем дырки и смотрим. Ага. У нас пока еще с вами жидкость есть. Все замечательно. Можно верхний рис вот этот взять и попробовать. Ммм, слушайте, арис какой вообще необыкновенный. Ммм. Ммм. Он, конечно, еще сыроватый. Он, правда, какой-то необыкновенный. Необыкновенный. Ну, я не знаю. Я, наверное, еще минут на десять оставлю. Ой. Пусть томится. Забыла я вам добавить. Если ваш рис еще сырой, а водички вот так вы ложечкой сделали углубление дырочки, да? И у вас там уже чувствуете, что уже сухо, да? То вы сюда, вот в эти дырочки подливаете холодной воды. Не горячей, а именно холодной воды. И если вы попробовали и вам кажется, что он еще не очень соленый, ну, бывает такое, знаете, не досолили. Поэтому вы в эту воду слегка добавьте соли и уже добавляйте в эти луночки солененькую водичку, слегка подсоленную. Вот. Вот такой секретик. Но у меня прошло еще пять минут. И, конечно, моего терпения уже нету. Слушайте, а у меня, по-моему, он готов уже. Ммм. Да, и вода как раз все одновременно у меня закончилась и вода, и рис распарился. Ммм. Ну, теперь аккуратно вытаскиваем чесночок, если получится. Так, и мы его с вами выключаем и переворачиваем. Вот теперь уже весь перемешиваем. Я, конечно, не делаю вот так, как... Вот еще чесночок. Как делают в видео. Подставляю в тарелку и вверх ногами переворачиваю. Это не для меня. Это вся красота. Вот. Ну что, можно накрыть крышкой и нарезать салатик. Пусть еще минут пять постоит, пока нарезаем салат. Я нарезала салат и сейчас буду получать удовольствие. Слушайте, смотрите, какой он у нас с вами красивый получился. Желтенький, с морковкой. Да? Ну, попробуйте. Попробуйте обязательно мой рецепт. Всем приятного аппетита. С Кузькой обязательно поделюсь, когда остынет. Все. Всем пока. Ну и, конечно, Кузьке положила рис и остудила. И сейчас буду ему отдавать. Кузь, приятного аппетита, Кузь. Вкусно, Кузь? Очень, да. Все наелись. Всем очень вкусно. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Поехали. Выбираю.